Здравствуйте! Меня зовут Наталья Луновна. Я технолог Сбербанка в Москве и преподаватель Московского физико-технического института. В настоящее время в кафедре банковских информационных технологий, которые дают как раз вредящим программистам аналитиков и практиковаться в этой области, я научный руководитель дипломных работ, которые, соответственно, защищаются на обязательности. И четыре года как преподаватель той программы, которая проведена на Луновне. Это государственная программа в Московском физико-техническом институте. Программа именно для аналитиков. Веду там вопросы модерирования бизнес-процессов и введения в бизнес-системы анализа. Да, кроме того, многие из вас, возможно, ну, не многие, скажем так, некоторые, надо быть скромнее, некоторые из вас знают меня по тому, что я делаю совершенно бесплатно для аналитиков. Я веду семинарские занятия, как раз по частности темам, которые входят в свод знаний бизнеса на Лисусьбодев-Норич, вот, и отрабатываю с ними там какие-то практические моменты из этого свода знаний. Ну, собственно, вот о том, кто я. Про «Не даст уснуть». Я очень с большим интересом в последнее время слежу за тематиками докладов в предыдущем бизнес-анализа и системного анализа. Они все как-то вот имеют тенденцию смещаться в сторону соц. кризиса. Да? Вот как-то вот плавно выявили. Очень много докладов посвящены именно соц. кризисам. У нас этого не будет. Я человек старой закатки. И мы попробуем, собственно, я попробую без того, чтобы там работать руками, заставлять работать руками аудиторию, рассказать о тех хард-скиллз, которые нужны аналитику для успешного взаимодействия с теми, кто проектирует архитектуру предприятия, и в том числе с системами архитектуры. О чем мы сегодня поговорим? О составляющих, значит, да, аудитория архитектуры, о том наборе моделей, которые вы можете создавать при проектировании решений, о том, как ведется разработка моделей, о влиянии этого набора моделей, на котором вы остановитесь на управление требованиями, и о повторном использовании этих моделей в процессе вот как раз проектирования системы. Соответственно, развитие понятия корпоративной архитектуры, оно шло довольно стандартным путем. Была сначала, соответственно, как-то оценена техническая архитектура, как затем к ней, к этой среде, добавилась непосредственно информационная архитектура в предприятии, в том числе модели, медные области, заменные модели. И, наконец, люди поняли, не так давно, где-то на рубеже веков, они поняли, что вообще в само понятие корпоративной архитектуры входит бизнес и техническая составляющая. И насколько тесно связаны два эти понятия, насколько мы можем проследить, каким конкретно требованиям бизнеса, каким конкретно, соответственно, его интересам слушать то или иное наше решение, насколько полно оно реализует необходимые для бизнеса функции, необходимые для бизнеса возможности, предоставляет, насколько у нас, значит, да, вот хорошо построена корпоративная архитектура. Если посмотреть на вот эти вот квадратики, то, соответственно, maturity в плане IT, в плане, соответственно, да, вот как раз именно бизнес-подходов, понимание бизнеса, своих нужд, своих потребностей, оно, если вот на первой картинке, если по вертикальной шкале, например, отложить бизнес, а по горизонтальной шкале провести зрелость и вообще продвинутость, робость технологий, то у нас, значит, да, при принижении бизнеса и при, как бы, да, акценте на IT-решения у нас получится типичная, да, там, да, IT-компания. Значит, если у нас, наоборот, IT, ну, как-то считается делом совсем не главным, у нас будет, ну, собственно, какая-то бизнес-компания, в которой с технологиями как-то не очень. Значит, если и технологически никак, и бизнес своих потребностей не понимает, то, значит, вот в этом квадрате будет там полная аганшия, и, собственно, только там, где бизнес хорошо понимает свои цели и хорошо понимает, как идут его процессы, и, собственно, вот там вот появляется зрелая корпоративная архитектура сама по себе. Значит, у нас, собственно, модели в рамках корпоративной архитектуры рисуются не сами по себе. Для того, чтобы понять, какие модели кто будет составлять и как распределить усилия между там какими-то функциональными ролями всего этого процесса, мы должны пройти достаточно долгий путь. И все компании, как правило, приходят к нему не сразу совсем. То есть, даже не все понимают, например, кто должен отвечать за функциональную область, то есть за как бы, да, построение хотя бы каких-то моделей требований, моделей процессов, кто должен отвечать за верификацию этой функциональной области и отвечать за организацию всего процесса, и кто, собственно говоря, должен отвечать за все производство в целом за выпуск тех же самых, да, там, новых версий IT-систем. Для того, чтобы все это организовалось, должно пройти довольно много времени, и очень многие компании, они идут каким-то вот спиральным путем, когда у них, значит, вот так, на предыдущем слайде мы говорили о том, куда, значит, да, там, перекос в здании у нас может сложиться в сторону бизнеса или в сторону технологий, вот они как-то так спирамидно развиваются, то у них бывает перекос в области организационной, то есть бизнеса, то функциональной области, и, в общем, к зрелому пониманию баланса между бизнесом и технологиями компания приходит не сразу. лично я сейчас работаю в банке и как раз отвечаю за процессы внутри блоков значительства. Отвечаю с точки зрения не бизнеса, а с точки зрения IT. Нужно сказать, что банк, он не может родиться незрелой компанией, даже в незрелой компании, да, вот эти вот процессы, они сначала идут, потом к ченику приходят, но вот и в зрелой компании тоже, поверьте, не все соответственно так вот прямо радужно и блестяще всегда возникают какие-то еще какие-то неполадки с процессами, когда либо бизнес, да, там соответственно говорят, что там этот IT-блог, что-то он вот, ну вот, мы его содержим-содержим, а он вот все у нас как-то вот, вот. Значит, для этого, для того, чтобы сложилась собственно говоря сама корпоративная архитектура нужны приложения усилий как со стороны бизнеса, так и со стороны технологии и прежде всего они нужны в той области, которая вот сейчас относится к слоту знаний продукт-доноров и тех, кто занимается ранними этапами инстерлирования бизнес-процесса. Без этого вот как-то вот совсем не складывается картина. Значит, собственно, для построения моделей модели очень эффективно используются для взаимодействия с бизнесом IT-блока и непосредственно для взаимодействия вот как раз IT-сектора внутри самого себя. Для построения моделей используются кейс-средства, как правило, но использование одного кейс-средства, например, какого-нибудь самого по себе, оно недостаточно. Почему? Потому что вы можете выбрать определенный набор тех моделей, которые вы будете составлять в помощь этих кейс-средств. Вы можете прийти к бизнесу согласовывать ваши модели с текстовым писанием, но тем не менее грамотной работы по модерированию вы можете не получить. Почему? Потому что собственно именно работы с единым репозиторием моделей с правилами работы с этим репозиторием у вас может быть просто с использованием простого видео-визио или любого другого отдельно стоящего инструмента моделирования не случится. поэтому несмотря на то, что главное вейду от использования хотя бы на начальную стадию каких-то средств позволяющих вам строить какие-то модели оно уже дает некий шаг к достижению целей по строению корпоративной архитектуры тем не менее без единого репозитория без правил четких когда останавливаться когда начинать и какие критерии приемки применять соответственно каждому типу моделей которые передаются по цепочке от этапа к этапу вы можете окончательные цели им не достигнуть не получить до отдачи от создания модели которую планировали получить изначально собственно ну вообще модели позволяют во-первых взаимодействовать с бизнесом на достаточно понятном языке во-вторых провести на ранних этапах анализ влияния изменений которые планируются на уже существующие решения можно визуализировать то что вы хотели написать да там словами одна диаграмма заменяет четыре страницы текста и снизить лист внедрения определенных технических решений и снизить вообще технический риск и разработки влияния или оценки влияния новых требований да там соответственно на уже существующие системы собственно ну модель деятельности предприятия она в принципе делится на две составляющие большие это описание и структурирование тех ресурсов которые имеются у предприятия описание самих бизнес-процессов соответственно которые есть на предприятии и кроме того соответственно вот еще модель предметной области это три там какие-то кита которые как правило лежат в основе любой там модели составляемой на ранних этапах и все вот это вот вместе целиком вы как раз начинаете делать причем практически одновременно сейчас давайте я вам покажу как это происходит значит начинаем мы как правило с бизнес-процессов и посмотрим зачем с какой степени детализации какую нотацию выбрать как декомпозировать и откуда брать источники информации значит цели моделирования бизнес-процессов могут быть разными у вас вообще создание вот этой вот корпоративной информационной архитектуры вообще корпоративной архитектуры оно ведется с разными целями вы можете непосредственно остановиться на моделировании ресурсов и бизнес-процессов предприятия для оптимизации его деятельности для выдачи генерации рекламы для персонала вы можете автоматизировать ваши бизнес-процессы и вот как раз последние да 2016 и начале 2017 года первую половину 2017 года я как раз участвовала непосредственно в автоматизации я была главным аналитиком модуля продуктовой фабрики Севербанка который является фактически ВПМС-системой строенной в платформе вот этого нового значит собственно и да и к моделированию я подходила именно с этой целью да создание исполняемых моделей это вот автоматизация степень детализации ваших моделей и степень их и соблюдения стандарта степень соблюдения стандартов моделирования оно зависит от вашей цели если у вас соответственно цель создания исполняемых моделей тогда у вас соответственно будет соблюдаться именно тот стандарт который диктует вам то решение которое вы выберете если у вас цель анализ деятельности предприятия то непосредственно у вас скорее всего уровень детализации будет не таким подробным и соблюдение стандартов будет не главной вашей целью но при этом вы будете очень сильно задумываться о том как вам связать ресурсы предприятия да там с как раз вот тем воркфлоу бизнес-процессу да который вы моделируете и как вам расставить какие-то метки внутри вот этого самого воркфлоу процесса которые будут позволять на каждом шаге отслеживать те TPI да или те метрики которые вы будете собирать по процессу то есть метрики процесса да станут главной темой которые которые вы будете разрабатывать а уже потом да вот само моделирование иностранство вот и имитационное моделирование это третья фактически самая главная цель с которой вы можете там подходить к вообще задаче моделирования тех же самым бизнес-процессу имитационное моделирование вам говорит о том что будет если то есть вот вы строите некую модель процесса дальше определяете какие-то факторы которые влияют на например его стоимость его продолжительность его выполнения возможность выполнения тех или иных шагов и задавая там какие-то да там внешние условия вы смотрите грубо говоря к чему это вас приведет то есть во-первых будете выполнить сам процесс во-вторых сколько ресурсов там например потребуется для его выполнения и в общем можете оценить даже риски которые связаны с этим процессом вы знаете как правило вот реструктуризация да и реинженер бизнес-процессов автоматизации и имитационное моделирование они не идут все вместе сразу я не встречала такого чтобы они там все вместе успешно сразу но говорят что модель зрелости там да бизнес-процесс предприятий и вообще вот сделает корпоративная архитектура она позволяет добрее так ну не встречала я такого пока может быть у меня просто слишком мало опыта но в основном по моим ощущениям люди фокусируются на реинженер бизнес-процессах сейчас и на автоматизации вот это главная цель с которой вообще эти модели могут создаваться на имитационном моделировании ну честно говоря сейчас мало стандартное моделирование бизнес-процессов я вам просто рекомендую вот книгу она в презентации активно ее можно кликнуть и перейти соответственно для вот все эти стандарты они активно выписываются в разные варианты да там реализации моделирования бизнес-процессов подхода существует очень много организаций которые выпускают свои собственные стандарты в области стандартов моделирования бизнес-процессов в общем сейчас стоит полный зоопарк это и пимаи и уэнг да консорциум соответственно которые в общем как бы являются признанными лидерами в индустрии вот инертизация этих подходов и построение моделей и бизнес-процессов делала как-то презентацию про моделирование бизнес-процессов могу интересующимся вот как раз слайд из нее могу интересующимся там скинуть ссылку на презентацию ну и соответственно вот нотация в котором как выбрать нотацию для ваших моделей значит вот кто больше всего используется в автоматизации в имитационном моделировании и при создании исполняемых моделей но если речь об исполняемой модели не идет то скорее всего у вас нотация бизнес моделирования бизнес-процессов будет выбрана и пися или экстенд стандарт 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 достаточно давний и разработан на основе работ шейра и собственно Ариц взял ее в качестве основной нотации моделирования бизнес-процессов но если речь идет об исполняемых моделях то скорее всего вашей нотации моделирования бизнес-процессов будет депримен 2 0 семейство IDF IDF 0 3 точно 2 и 1 1 скорее всего он в общем-то уходит из употребления просто потому что немногие инструменты моделирования сейчас поддерживают семейство стандартов IDF но и C и BPMN 2 0 вполне успешно используются для этой цели значит при вообще создании корпоративной архитектуры начинают как правило с модели оркеструктуры и описание бизнес-процессов затем спускаются на более детальный уровень вот вы знаете на самом деле BPMN 2 0 в реализации стандарта ОНГ он действительно позволяет опуститься до уровня реализации практически не прибегая к другим средствам моделирования то есть исполняемую модель при некоторых скажем так тех допущениях которые даст вам тот инструмент при помощи которого вы будете исполнять эту модель вот он фактически да там всю вот эту линейку потребностей в области моделирования и создания исполнения моделей фактически закрывает а вот CPC он где-то посрединке когда будете соответственно выбирать нотацию знаете что собственно вот у самих нотаций моделирования бизнес-процессов у них есть один небольшой недостаток они хорошо умеют да там описывать процесс workflow и останавливаться на функциональном компоненте но очень мало кто значит да там вот объектную модель прорабатывает это общеизвестно и те кто соответственно держит перекос в сторону там именно объектного моделирования они как правило заняты своими стандартами которые существуют в области автоматизации например там парфон да документы оборота вот эти вот перекос в объектной модели соответственно да у нас реализуют и соответственно да спасибо и когда будете выбирать нотацию моделирования знайте что у ABC да с объектами как-то получше чем у BPMN но все равно до создания полноценной объектной модели да вам нужно будет что-то еще для создания моделей которые описывают предметы то есть значит уровня моделирования начинается модель орг структуры компании затем мы переходим к уровням декомпозиции верхнюю уровню схемы бизнес процесса и дальше мы строим модели бизнес процесса и на третьем уровне декомпозиции а вот дальше дальше начинается магия дальше начинается проработка того объема информации которое собрал наш аналитик именно уже системным аналитиком и переход к реализации либо вариантов использования да либо того что вам их заменяет на уровне требований модель структуры ну вот зачем она нужна затем что как правило разбивать ваши бизнес процессы вы будете именно так как вам диктует орг структура компании как правило орг структура компании она ведь все таки да формируется не зря у каждого отдела есть свои какие-то функции соответственно границы бизнес процессов во многом определяются модели орг структуры во многом геи вот как раздик кто мне скажет а собственно чем еще могут отделяться границы бизнес процессов так правила законы хорошо да это тоже определяет результатом то есть цели да которые да логично принимается почему-то никто не сказал существующий IT ландшафт те системы в которых выполняются эти бизнес процессы и границы они тоже естественным образом этого русла каждого бизнес процесса формируют то есть они его на него влияют итак значит мы начинаем как правило с модели орг структуры и самую верхнеуровневую да там нарезку бизнес процессов формируем по ней вот мы пришли значит да там посмотрели у нас есть компания в которой есть колл-центр отдел продаж и отдел маркетинга вот кто там представлен в отделе маркетинга отделе продаж колл-центре давайте подумаем что делает каждый из отделов значит вот теперь у нас как только мы там от модели орг структуры переходим на следующий уровень декомпозиции у нас появляется версионность моделей процессов уже прямо сейчас по мере детализации по мере проведения да там обследований мы понимаем каким образом да там выполняется тот или иной процесс и получаем более полное представление о том как идут процессы соответственно в том или ином отделе мы сопоставляем с каждым из наших отделов соответственно процессы верхнего уровня как правило здесь происходит так приходит да там аналитик который ведет обследование к представителям бизнеса и основную функцию отдела выписывают на бумажку дальше проводят серию интервью и наконец получается диаграмма процесса верхнего уровня все очень хорошо а дальше вот на этом все замечательно мы там с начальниками отдела утвердили там эту модель так она как правило выглядит а дальше да я здесь EPC использую можно в общем любую другую нотацию использовать а дальше аналитик идет в поля и приносит нам вот такую вот модель процесса значит у нас значит вот сказной процесс значит приема звонка и работы с клиентом соответственно вот как поступил звонок до обработан звонок и до там коммерческое предложение отправлено отправлено ведущий аналитик хватается за голову и смотрит на свою диаграмму процессов верхнего уровня и думает господи бог мой как это ложится вот на утвержденно схем верхнего уровня процесса понятное дело что дальше он начинает либо детализировать либо декомпозировать вот эту вот да там модель сквозного процесса и получает приема звонка и ведения клиентов два процесса еще и с детализацией прекрасно вот это вот соответственно уже как минимум 4 версии прошло да там сменилась модель процессов и каждая из этих версий соответственно она должна храниться соответствующими комментариями что изменилось в нашей картинке мира как с точки зрения да там функционального подхода так и с точки зрения влияния вот этой вот модели на модели на уровне отработали мы этот сквозной процесс поняли что вот это и это здесь изменилось вот видите цветом там подсвечено то что соответственно здесь вот изменилось вот это вот уже следующая версия пропаганная да верхнеуровневые диаграммы процессов утвердили значит да схемы процессов утвердили верхнеуровневую структуру процессов и только тогда когда у нас уже появилась та схема которая более-менее не изменяется да картинка мира одинаковых глади бизнеса и у нас мы переходим к функциональному дизайну системы значит функциональный дизайн системы как правило описывается с помощью вариантов использования и о декомпозиции модели процессов вариантов использования я довольно много говорила но мы не мы на этом останавливаться не будем но в общем происходит некая магия при помощи которой мы переходим от модели бизнес-процесса вариантов использования как мы это делаем внутри самого бизнес-процесса есть некие цели которых мы достигаем бизнес-процесс без достигаемой цели это не цель так вот эта цель она дискомпозируется на цели нижнего уровня и шаги процесса объединяются таким образом что соответственно в одной группе шагов процесса мы достигаем какой-то одной цели в другой группе шагов мы достигаем другой цели другой цели и там вот это вот эти вот эти вот три цели становятся фактически шаблонами для вариантов использования верхнего уровня. Дальше наши цели, каждая из которых, да, там вот у нас определена, они опять же декомпозируются на свой уровень, там, более мелкого уровня целей. И, соответственно, у нас варианты использования декомпозируются в соответствии с вот этими вот целями. А что надо помнить при переходе к вариантам использования бизнес-процессов? В вариантах использования выкидываются все не автоматизированные шаги процесса, и варианты использования включают границы всегда, значит, тех систем, которые будут автоматизировать ваш процесс. То есть на уровне вариантов использования при функциональном дизайне в модерне корпоративной архитектуры вы должны определиться с использовательными системами и с их границами в рамках тех процессов, которые прям автоматизируются. Аналитик в одну голову и в одну руки принимать такие решения не может, как правило, он тема действует с человеком, который называется архитектом. Нарезка систем и даже варианты использования, которые будут входить в эти системы, это решение, которое аналитик принимает совместно с этим. Что дальше? Для того, чтобы вы не запутались в том, какие, соответственно, дата обновления вам нужно сделать в вариантах использования безменения процесса, либо какие обновления вам нужно сделать в модели процесса изменивания вариантов использования, выставляете вот такую модель систурсировки. Вот. Ну и, соответственно, да, по модель геордиограммы трассируете на варианты использования, а в геордиограмме вы, соответственно, просто-напросто пытаетесь определить те логические сущности предметной области и их атрибуты, хотя бы сущности предметной области на первом уровне и связать их с теми вариантами использования, которые есть у нас в нашей системе. Спасибо за доклад. Хотел бы еще раз уточнить. Вы говорили, что занимаетесь моделированием исполняемых бизнес-процессов, или совсем понял, в каком программном продукте бы это делать? Если можно, а повторите, пожалуйста. Ну, для создания моделей, в принципе, банки, в принципе, на уровне бизнеса это Алис, на уровне создания исполнения моделей, плагин, геомен, фрон, рон, рон, и все. А вы представляете, как я понял, что стандарт BPMS на уровне? BPMS. BPMS на плане? Да, BPMS на плане, но с существующими ограничениями. У вас движок BPMS будет накладывать ограничения на все те элементы, которые входят в главу, это будет стандарт, из тех, которые используются для создания исполнения моделей. Поэтому у вас просто чистого BPMS не будет никогда, потому что комплекс нефлюз, может не поддерживать тот движок BPMS, и вы ухудняетесь в это. Собственно, да? Спасибо за ответ. Спасибо за просмотр!